Это программа «Качество жизни». С вами доктор Зайцев. Здравствуйте! В 1991 году Всемирная организация здравоохранения учредила День борьбы с сахарным диабетом. Как известно, сахарный диабет является хронической патологией и имеющей тенденцию к распространению во всем мире. 145 стран мира приняли эту программу и пропагандируют здоровый образ жизни у людей, страдающих с сахарным диабетом. Они предлагают всевозможные программы по профилактике сахарного диабета и тактике ведения больных. И сегодня мы не остались в стороне, несмотря на то, что бороться с сахарным диабетом нужно не только один день в ноябре месяце, а бороться с ним нужно всегда, каждый год и всю оставшуюся жизнь. Поэтому сегодня мы будем говорить о сахарном диабете, о профилактических мероприятиях и о качестве жизни, как его сохранить при наличии этого заболевания. И я сегодня предлагаю вам посмотреть запись или интервью с областным эндокринологом, заведующим эндокринологическим центром Николаевской областной больницы Натальей Юрьевной Ткаченко, куда я сейчас и направляюсь. Наталья Юрьевна, мы не первый раз встречаемся с вами и обсуждаем проблемы с сахарного диабета. И, наверное, сегодня, когда весь мир отмечает в ноябре месяце Международный день борьбы с сахарным диабетом, я хочу подчеркнуть, что это не просто один день, это, наверное, год, это, наверное, годы. И, наверное, сегодня в любой день актуально говорить об этих проблемах. Мне бы хотелось, чтобы вы сегодня рассказали о том, какой существует реестр больных с сахарным диабетом в области, и как вы им управляете, как мониторируете этих больных. В нашей области зарегистрировано 32 тысячи больных с сахарным диабетом. Из них 5,5 тысяч на инсулинотерапию. То есть это очень большое количество пациентов. Пациентов с сахарным диабетом наблюдают семейные врачи или терапевты и наблюдают эндокринологи. Больных со вторым типом, которые получают сахароснижающие таблетированные препараты, наблюдают семейные врачи, и пациенты должны обращаться к ним за коррекцией дозировки. Если не получается, если сахар не снижается, если нарастают осложнения диабета, если прогрессирует диабет и требуется перевод на инсулинотерапию, только тогда пациент направляется к врачу эндокринологу. Врачи-эндокринологи принимают у нас в некоторых районных центрах, принимают в городе Николаеве и, конечно, у нас в областной больнице. К сожалению, у врачей-эндокринологов в нашей области очень большая нехватка. Самое низкое обеспечение у нас в Украине врачами-эндокринологами. Поэтому мы принимаем в областной больнице пациентов с сахарным диабетом из всех районов области без отказа. Единственное, просим, чтобы они приезжали обследованные, потому что на это тратить время у нас нет возможности. Пациенты приезжают в течение дня, мы проводим с ними беседу, мы разбираемся, корректируем дозу препарата, мы рекомендуем им, где пройти консультацию. Эти пациенты находятся в реестре. Тут вы абсолютно правы. У нас существует реестр с 1998 года, реестр Синодиаб. Сейчас государство пытается модифицировать этот реестр. Отдельно у нас существует реестр инсулинозависимых. Это более серьезный реестр, потому что все инсулинозависимые больные получают бесплатно инсулинотерапию. Государство у нас полностью обеспечивает всех больных инсулином. И в связи с тем, что это огромные деньги, которые выделяет государство. В прошлом году у нас, вот в этом 15-м году, не уже в прошлом, на инсулинотерапию было выделено 19 миллионов гривен. Это только на Николаевскую область. Это огромная сумма. Поэтому, конечно, эти больные требуют пристального учета. И для этого у нас ведется реестр, который обновляется. И обновляется регулярно. Сейчас государство пытается ввести новый реестр. Прежде всего, инсулинозависимых. Опять же, по той причине, что бесплатная выдача инсулина. Где будет носиться очень много информации о больных. Где у нас уже будут шире возможности работы с этим реестром. Но сейчас мы работаем над этим. И я надеюсь, что в скором будущем этот реестр обновленный заработает у нас в Николаевской области. Больные находятся под постоянным наблюдением врачей-эндокринологов или исполняющих обязанности по месту жительства. Больные ежемесячно получают инсулин. При необходимости им корректируют дозу инсулина. А, конечно, контролируют уровень сахара крови. И дают какие-то рекомендации в зависимости от ситуации. Мы просим, чтобы больные как минимум один раз в год приезжали к нам в областную больницу. Сельские жители, жители городов области. Потому что городские жители у нас лечатся в городской больнице номер один. Где такое же эндокринологическое отделение. И всех городских принимают там. А мы именно ориентированы на жителей села и на жителей района. Потому что они в меньшей степени имеют помощь эндокринолога. И мы больше нужны им для оказания реальной действенной помощи. Когда пациент к нам приезжает, мы чем можем, помогаем ему в поликлинических условиях. Если мы видим, что мы не справляемся, мы его записываем на коечку. Он приезжает к нам на стационарное лечение. Здесь получает комплексное лечение, физиотерапевтические процедуры. Проходит обследование всех специалистов. У нас обязательно обследование невропатологам, хирургам диабетической стопы, кардиологам. Потому что это наши осложнения. Обязательно мы направляем в кабинет диабетической ретинопатии в областную глазную больницу. Потому что, к сожалению, изменения на глазном дне могут возникнуть на любой стадии развития диабета. А диабет, как вы знаете, имеет прогрессирующее течение. И когда, конечно же, контролируем, корректируем лечение больного. Потому как без контроля сахара крови определение сахара, как часто больно делает, один раз натощак, это не определение состояния. Мы определяем гликозелированный гемоглобин. Наша больница выполняет это исследование. Контролируем сахар крови фракционно. В течение суток мониторим сахар крови. Ночью определяем для того, чтобы подобрать дозу инсулина. Конечно, мы больше обращаем внимание на больных с инсулинотерапией. Потому что это более сложно. Это не может помочь уже семейный доктор. Не всегда ориентированы врачи, которые работают в районе. И мы очень просим этих людей приезжать к нам на лечение. Наталья Юрьевна, вот вы сейчас произнесли вот такое слово, что Николаевская область менее всего обеспечена врачами-эндокринологами. Скажите, пожалуйста, существуют же нормативы на тысячу населения и так далее и тому подобное. Почему в Николаевской области недостаточное количество врачей-эндокринологов на местах? К сожалению, нехватка врачей во всей области сказалась и на нашей службе. У нас есть вакантные ставки врачей-эндокринологов в области. Просто нехватка врачей. А что, это сегодня не распределяют врачей или нет желающих среди врачей-интернов быть эндокринологами? Эта специальность издревле являлась довольно-таки престижной. Дело в том, что только врач-терапевт может пройти обучение и стать врачом-эндокринологом. На сегодняшний день наши университеты медицинские в большей степени выпускают семейных врачей. Все-таки большинство наших больных – 32 тысячи. Из них только 5500 инсулинозависимые. Но пусть еще 5000 требуют пристального внимания врача-эндокринолога. Пристального, пристальнейшего. Но все остальные – огромное количество людей, которые должен наблюдать семейный врач. То есть там, где врачей не хватает, то грамотный семейный врач может решить очень многие проблемы. Но для этого он должен быть грамотным обученным. А для этого на сегодняшний день мы ездим по районам. Я как областной эндокринолог уже объездила много районов, где мы читаем лекции, обучаем врачей, семейных врачей правильно назначать сахароснижающую терапию. То, чем раньше они не занимались и отправляли к врачу-эндокринологу, то сейчас этим занимается семейный доктор. И это не такое сложное мероприятие, не такие сложные действия. Есть схема лечения, есть всегда наша готовность помочь, подсказать и научить. И с этим, я думаю, что мы совместными усилиями справимся. И вот эти 32 тысячи больных будут охвачены вниманием. Наталья Юрьевна, в задачи областных специалистов или врачей-консультантов, специалистов областной больницы, областной консультативной поликлиниции всегда входила именно эта задача пропаганды, обучения, естественно. Сегодня, в общем-то, методы обучения доступны для всех. Мне хотелось бы задать в связи с этим один вопрос. Сегодня вот та миссия, которая возложена на семейных врачей, насколько она обременительна? Сегодня постановка диагноза, она доступна на всех уровнях, чтобы вот пришел больной с жалобами, да, на сухость во рту, на повышенную жажду, на полиурию и так далее и тому подобное. Скажите, какая тактика даже семейного врача, который не прошел, в общем-то, специальную подготовку по эндокринологии, для того, чтобы он правильно сориентировался и хотя бы заподозрил диагноз сахарного диабета? Вы абсолютно правы. Никаких сложных исследований для постановки диагноза сахарный диабет не требуется. Определение сахарокрови в крови, в моче – это рутинное исследование, которое делают все районные больницы, делают некоторые даже сельские амбулатории, при наличии в штате лаборатории, глюкометра, то есть это можно абсолютно без всяких сложностей выполнить это исследование, просто нужно задуматься. Диагноз сахарного диабета ставится при наличии повышения сахарокрови выше чем 7 мм. Наличие вот такого показателя, то есть однократное исследование, больное определяет, делает это исследование натощак. Затем уже врач оценивает, если сахар крови в норме, сахар крови не должен быть выше 5,5 мм. При повышении до 7 мм мы предполагаем, что у больного есть преддиабет, такое состояние, и тогда ему делается нагрузочный тест с глюкозой. Мы как бы немножечко провоцируем организм, чтобы увидеть его реакцию. Если сахар крови выше 7 мм, то тогда врач может предварительно поставить диагноз сахарный диабет уже и назначить дополнительный контроль сахарокрови. При наличии повторного повышения выше 7 мм, однозначно больному выставляется диагноз сахарный диабет. И даже если при повторных обследованиях сахар крови будет в норме, то этот диагноз не снимается, а больной все равно наблюдается. Потому что при появлении каких-то воспалительных процессов, банальной вирусной инфекции, стрессовых состояниях, то те нормальные показатели сахара уже могут повышаться у человека, у которого есть предрасположенность организма к сахарному диабету. То есть требуется регулярный контроль сахарокрови раз в несколько месяцев, и уже мероприятие действия в зависимости от того, какие показатели мы выявим. Вот вы сейчас сказали, вот это слово «требуется контроль». Я вот хочу в связи с этим задать. Сегодня сахарный диабет уже не является приговором, поскольку сахарный диабет является контролируемым заболеванием. Сегодня этот термин вполне уместен, юридически обоснован, клинически обоснован. Мы говорим, что да, многие заболевания нельзя излечить, но их нужно контролировать, ими нужно управлять. Сахарный диабет относится к числу этих патологий? Да, именно так. Совсем недавно, еще и сто лет не прошло, как сахарный диабет, особенно быстро прогрессирующий, не поддавался лечению. Не существовало сахароснижающих препаратов, не было инсулина. Но сейчас развивается прогрессивная медицина. Очень много препаратов для снижения сахарокрови. Очень много новых инсулинов, которые внедряются в практику. Новые методики введения инсулинов, это инсулиновая помпа. Наука не стоит на месте, очень быстро развивается. Но без помощи больного только сам врач не может справиться с диабетом пациента. То есть лечение сахарного диабета – это всегда консенсус. Это взаимопонимание между врачом и пациентом. Ведь врач не может заставить пациента соблюдать диету. Это решение пациента. Врач не может вместо него выполнять физические нагрузки. А достаточная физическая активность – это уже способ лечения сахарного диабета. Причем эта физическая активность не меньше 30 минут в день и не меньше, чем 3 раза в неделю. Больше? Пожалуйста. Это все решение пациента. А вот сахароснижающие препараты – как назначать, когда назначать? Сейчас идут рекомендации, что как можно более раннее назначение препаратов, повышающих чувствительность к инсулину, не стимулирующих выработку инсулина, а повышающих чувствительность к инсулину, которые назначаются с очень ранних этапов, даже еще на стадии преддиабета у людей с избыточным весом. И это лечение продолжается все годы течения диабета. К сожалению, диабет имеет прогрессирующее течение. Сегодня помогает диета, завтра нужна одна сахароснижающая таблеточка, потом вторая, третья, а потом инсулинотерапия. Этот путь у каждого пациента свой. У кого-то он очень быстрый, у кого-то очень долгий, и, возможно, никогда не наступит время инсулинотерапии, потому что у каждого своя поджелудочная железа. Мы по-разному ее используем. У нас разные стрессовые ситуации, у нас разные сопутствующие заболевания. Поэтому от этого и зависит, как будет протекать сахарный диабет. Но даже когда идет истощение поджелудочной железы, это не приговор. Вовремя назначенная инсулинотерапия спасает жизнь больному, помогает избежать осложнений, но главное, чтобы все было назначено вовремя. Не ждать, когда наступит истощение. Не ждать, когда пациента привезут в коматозном состоянии, или у него будет тяжелейшее осложнение диабета, а потом только начинать инсулинотерапию. Главное все делать вовремя. И назначенный вовремя инсулин помогает стабилизировать сахар крови. А уже ровные сахара помогают избежать осложнений сахарного диабета. Потому что именно они определяют комфортность жизни пациента, его реализацию в обществе, его самообслуживание в конце до концу. И если говорить про смертность, то, к сожалению, вот сегодня статистика говорит о том, что каждые 6 минут в мире заболевает 2 человека с сахарным диабетом и умирает 1 человек от осложнений сахарного диабета. Это очень серьезная статистика. Поэтому диабет управляемый, его нужно контролировать, его нужно лечить, и тогда не будет осложнений. Юрий Борисович, сахарный диабет при всем, при том, что существует отлаженная заместительная терапия, которая позволяет компенсировать течение заболевания. Тем не менее, мы с вами прекрасно знаем, что мы сталкиваемся с осложненными вариантами. Это и ангиопатия нижних конечностей при сахарном диабете, это нарушение микроциркуляции, это какие-то трофические проявления. Вот вы, как микрохирург, который консультирует этих больных и занимается проблемами диабетической стопы, которая направлена на все ваши мероприятия для предотвращения вот этих самых грозных осложнений, которые могут быть при сахарном диабете. Это некротические изменения, начиная с пальцев нижних конечностей и так далее. Вот значимость этого кабинета диабетической стопы для людей, страдающих с сахарным диабетом. Мне бы хотелось, чтобы вы сказали несколько слов. Да, к сожалению, осложнения сахарного диабета остаются, несмотря на работу эндокринологов, несмотря на появление новых инсулинов, новых препаратов. Осложнения все равно, к сожалению, есть. И одно из грозных осложнений – это формирование синдрома диабетической стопы. В связи с этим и был открыт наш кабинет в апреле 2014 года, который позволяет пациентам избежать этих осложнений грозных. То есть здесь ведется работа в профилактическом направлении, но и в некоторых лечебных направлениях тоже, в частности, при лечении нейропатических язв, гиперкиротозов, незначительных изменений, терапевтических нарушений кожных покровов, с которыми мы можем справиться в данном кабинете, в котором мы сейчас с вами находимся. Наталья Юрьевна, в связи с этим мне хочется сегодня задать вопрос. Мы сейчас только что посетили кабинет диабетической стопы. Насколько эта профилактика значима для предотвращения тех осложнений, которые вы сейчас говорили? Мы уже обязательно побеседовали с хирургом, который консультирует. Это неотъемлемая часть вашей работы в согласовании с сосудистым хирургом. У нас кабинет профилактической направленности. То есть тут главное не тогда, когда уже есть рана, а тогда, когда у нас есть предпосылки для ее возникновения. И у нас именно этим занимается наш кабинет. Такой же кабинет есть в Первой городской больнице. И поэтому всех пациентов, кто лежит в отделении, они все проходят через этот кабинет. Они осматриваются врачом диабетической стопы, даются рекомендации. При необходимости мы проводим обработку стоп, профилактическую обработку. Потому что, к сожалению, когда есть раны, то тут наш кабинет уже не сможет помочь. И здесь нужна операционная, и нужны хирурги. Здесь уже мы бессильны. Мы терапевты, мы лечим терапевтически и консервативно. Но профилактика имеет очень большое значение. Когда уже что-то случилось и есть рана, и восстановить полностью функцию уже не всегда есть возможным. Не всегда есть возможным сохранить полностью пальцы, стопу. Но если это сделать заранее, тогда когда есть натоптыши, когда есть трещины. Ведь трещина – это как раз то место, куда попадает инфекция, и затем, возможно, образуется рана. Если есть утолщение кожи, это старая неживая кожа, которая придавливает молодую. И как раз она может вести к тому, что возникают проблемы, и в дальнейшем развивается рана. То есть это все предотвращает наш кабинет диабетической стопы. Мы проводим беседу, как предотвратить, как ухаживать за ногами, что с этим совсем делать. И мы ведем профилактическую работу. Предотвращаем вот эти серьезные осложнения со стороны нижних конечностей. Наталья Ирина, кроме консультативной работы в областной консультативной поликлинике, где ежедневно проводят прием врач-эндокринолог, естественно, вы и выезжаете на местах. Естественно, вы там то же самое говорите, наверное, и семейным врачам, и врачам поликлиник центральных районных больниц, и встречаетесь с этими больными. Тем не менее, наверное, в вашем отделении имеют место госпитализация больных осложненными заболеваниями сахарного диабета. Что это за контингент? Почему сегодня имеют место вот эти вот осложнения? К сожалению, осложнения были, есть и будут. К сожалению, мы без этого пока не можем обходиться, потому что больные не всегда достаточно компенсированы, не всегда они достаточно обращают внимание. Осложнения идут со стороны глаз, со стороны сердечно-сосудистой системы, со стороны нижних конечностей и почек. И в основном у нас обращаются больные на инсулинотерапию. Это тот наш контингент, который мы стараемся положить в отделение, стараемся пролечить, вовремя обследовать, вовремя оказать им помощь. И, к сожалению, протекание диабета длительное годами ведет к тому, что возникают осложнения. Наша цель – минимизировать их, замедлить их развитие. Даже если человек вовремя выявит, мы выявим у пациента вовремя то, что есть, допустим, потеря белка с почками, то мы сможем отодвинуть время наступления тяжелых изменений со стороны почек, предотвратить все это, вовремя назначив лечение, вовремя назначив профилактические мероприятия, и прежде всего стабилизировав сахар крови. Наталья Юрьевна, было бы непростительным, если бы я не сказал о том, что при поступлении в Николаевский эндокринологический центр больные при поступлении проходят курс обучения. Значимость школы диабета для этих больных с Вашей точки зрения, насколько оно важно? Это основа. Без этого невозможно. Потому что если можно сравнить болезнь сахарный диабет как управление автомобилем на дороге. Человек садится за руль, он проходит обучение, он знает правила, он знает, как управлять автомобилем, чтобы не попасть в аварию. Вот и сахарный диабет. Это надо знать правила, надо знать правила питания, надо знать правила самоконтроля для того, чтобы их выполнять и не попадать в аварию в виде осложнений сахарного диабета. То есть без обучения знание правильности формирования диеты. А для инсулинозависимых это и подсчет хлебных единичек, это и смена дозы инсулина в зависимости от питания, ведь мы каждый день по-разному кушаем, а разные продукты по-разному влияют. Здоровая поджелудочная железа сама выработает столько инсулина, сколько нужно, а больная поджелудочная не может этого сделать. Мы кулем инсулин, поэтому мы подбираем дозу инсулина под питание нашего больного, а не наоборот. И этому всему нужно научить. Вот на это и направлена наша школа диабета. Это как сформировать режим питания, как сформировать диету, когда проводить самоконтроль, какой самоконтроль требуется. Это обязательнейшее обучение, это обязательное мероприятие. Без этого никак невозможно. Наталья Петровна, каждый больной, который находится у вас в отделении при выписке, получает определенные рекомендации. И самое главное, что он проходит именно вот эти уроки школы диабета. Когда пациенты приступают к нам в первый день, мы рекомендуем посетить школу диабета. Это, конечно, бывает порой очень тяжело. Особенно, когда пациенты говорят, я в обычную школу не ходил, а вы хотите, чтобы я посетил школу диабета. Но мы преследуем цель какую? Первое – это компенсация углеводного обмена, то есть нормальные сахара. И без этих нормальных сахаров я не имею права выписать пациента. Поэтому первое мое условие – это посещение школы диабета. И наши пациенты с первого дня, может, это не первый, второй, но они посещают школу диабета. Они в школе диабета учатся, как жить с сахарным диабетом, какие существуют средства самоконтроля при сахарном диабете, какое питание при сахарном диабете. Ведь жизнь с сахарным диабетом – это как езда на автомобиле. Если ты не придерживаешься определенных правил, получится ДТП, да? Ну, у нас это кома называется гипер- или гипогликемическая. А я хочу лишь напомнить, сегодня с вами беседовала заведующая эндокринологическим центром Николаевской областной больницы, областной эндокринолог Наталья Юрьевна Ткаченко. Я полагаю, что мы сегодняшней темой не ограничимся, и еще много-много раз будем обращаться к этой теме. Именно только лишь для того, чтобы улучшить качество жизни пациентов, страдающих с сахарным диабетом. С вами был доктор Зайцев. До свидания. До новых встреч. Не болейте. Субтитры создавал DimaTorzok